Всем привет! В нашем мире есть очень много тайн и загадок, которые мы до сих пор не знаем, даже более того и представить себе не можем. Но к счастью, археологические находки делаются почти каждый день, поэтому человечество приближается к тайнам планеты все ближе и ближе. Сегодня я вам расскажу о самых редких археологических находках, но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра! Храм Шипитотека в Теоакане, Мексика. Начнем с того самого первого в прошлом году открытия. Тогда группа археологов из Национального института антропологии и истории Мексики, работая в археологической зоне Ндачхиан-Теоакан, впервые обнаружила останки храма, посвященного древнему ацтекскому богу Шипитотеку, также известному как Освежеванный Бог. Он был одним из важнейших в пантеоне жителей Центральной Америки в доколумбовый период и почитался как бог силы, владыка сезонов, возрождения и так далее, одновременно называющий на людей болезни, эпидемии, слепоту и глухоту. Освежеванным он назывался того, что по преданию для прокорма людей содрал с себя кожу, как кукурузный початок освобождается от оболочки. В жертву Шипитотеку было принято приносить людей, с которых тоже сдирали кожу, чтобы потом жрецы могли использовать ее в религиозных церемониях, в частности, облачаться в нее. Принадлежность раскопанного пирамидального основания и двух алтарей для жертвоприношений, датируемых тысячным 1260 годом нашей эры, культу Шипитотека археологи установили по найденным тут же характерным атрибутам, каменным головам по 70 сантиметров в высоту и по 200 килограмм массой с характерно раскрытыми глазами и ртом и каменному телу. Ранее храмов, посвященных этому богу, ученым обнаружить не удавалось. Мегаполис бронзового века в Израиле. В 1977 году в Израиле, примерно в 57 километров от Тель-Авива, в районе Эйн-Ирон, решили вырыть небольшое водохранилище и обнаружили следы поселения в возрасте более 5000 лет. Его назвали Тель-Эсур и стали неспешно исследовать. Впрочем, пока в том же районе уже в 2017 году не решили построить шоссе и развязку, не было понятно, о поселении какого масштаба идет речь. Тогда археологи исследовали ближайшие окрестности Тель-Эсура, чтобы удостовериться, что строительство не погубит важные археологические памятники. И в 2019 году убедились, что таки погубит. Да не просто памятники, а целый огромный по меркам раннего бронзового века, 3000 лет до нашей эры, город, крупнейший из когда-либо обнаруженных населенных пунктов того периода в Израиле. Он имел площадь 65 гектаров, примерно 2 московских Кремля и плотную застройку, включавшую не только дома, но и храмы, общественное пространство и прочие атрибуты современных городов. Помимо остатков сооружений, археологи обнаружили многочисленные артефакты. Население города, названного Эйн-Эсуром, оценивает в 6000 человек. Ученые Итай-Элат, Ицхак-Пас и Дина Шалем, руководившие аэроскопками, назвали его настоящим мегаполисом, Нью-Йорком бронзового века, жители которого ввели активную хозяйственную деятельность и, в частности, торговлю с соседями. Примечательно, что под городом третьего тысячелетия до нашей эры обнаружились следы еще более раннего поселения, датируемого пятым тысячелетиям до нашей эры. Это уже Халкалит или Медный век, переходный период между Палеолитом и Бронзовым веком. По мнению исследователей, люди в эти места на протяжении тысячелетий привлекали источники, позволявшие заниматься сельским хозяйством и создавать поселение. Записка в бутылке. Записка, датируемая 1959 годом, была оставлена закопанной под грудой камней бутылки возле полярного ледника. Одна содержала сообщение, которое доказывало, какое огромное влияние на природу оказывали глобальное потепление и климатические изменения. В 1959 году американский геолог Пол Уокер поместил бутылку-записку и закопал ее под грудой камней на острове Уордханд в Канаде. Сообщение содержало простую инструкцию тому, кто найдет записку. Следует измерить расстояние от места, где находилась бутылка, до края ледника. Летом 2013 года ученые из научно-исследовательской станции при университете Лаваля Орвик-Винсент и Денис Сарацин обнаружили оставленное Уокером 1954 года назад послание. Ученые выполнили, по сути, последнюю волю геолога, так как Уокер умер через месяц после того, как закопал бутылку в камнях на острове. То, что они обнаружили, было поистине шокирующим. В 1959 году измеренное Уокером расстояние от этих камней до края ледника было 51 метр, а уже в 2013 году это расстояние составляло 122 метра. Винсент и Сарацин утверждают, что такая разница между двумя измерениями свидетельствует о драматических последствиях продолжающегося глобального потепления. Ямальский 700-летний мальчик. Недавно ученые обнаружили берестяной кокон XIII века. Внутри оказалась мумия ребенка. Ученые объяснили, что о половой принадлежности ребенка можно судить по бронзовому топорику, лежащему с правой стороны тела. В кокон также были помещены фигурка медведя и серебряные височные кольца. По мнению ученых, ребенок, находящийся в коконе длиной 1,3 метра, скорее всего при жизни голодал и часто болел, так как дефекты на костях говорят о задержке роста. Отмечается, что на то, чтобы открыть кокон, ученые потратили несколько часов. Все манипуляции фиксировались на фото и видеокамеры. Тело ребенка покоилось на берестяном ложе и было завернуто в покрывало из мягкого меха. На покрывало уложены медные пластины, скрепленные кожаными шнурами. А на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить все самое главное в мире находок и археологии. Удачи и до встречи в будущем.